Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика» в студии Татьяна Трофимова. Смотрите сегодня. 25 машин в месяц. К концу лета на промтракторе планируют выйти на безубыточный уровень производства. Мойте руки и не злоупотребляйте антибиотиками. Врачи рассказали, как уберечься от гриппа. Как дела у моста строителей? Корреспонденты национального телевидения заглянули под защитные конструкции на московском мосту. Сегодня после капитального ремонта открылась поликлиника Республиканской детской больницы. Привезти здание 80-х годов в современный вид помогли средства из резервного фонда президента страны. Результаты масштабной реконструкции оценил и глава региона. Подробности в следующем материале. «Отец, глазками смотрим за молоточком? На молоточком! Молодец!» Роман и его мама – первые пациенты обновленной поликлиники. Говорят, что после капитального ремонта здесь стало комфортно и красиво. «Свежесть появилась здесь как-то, все такое по-другому яркое стало. Ну, то, что для детей, чтобы заинтересовать сюда приходить». Позаботились не только о пациентах. Для удобства работы врачей в Республиканской детской больнице продолжают укреплять материально-техническую базу. Недавно было модернизировано отделение реанимации. «Мы ждем уже ту аппаратуру, которая в проекте есть. Это более для высоких технологий. Это МРТ высокоразрешающая, которая нам необходима. В отношении аппаратуры у нас, по сути дела, внедрено все на сегодня, что в ходе стандарта. Я работаю в этой больнице уже 44 года. Поэтому во все времена сохраняли. Главное для врача – это нравственно-этические позиции». После ремонта коридоры и кабинеты заиграли яркими красками. На стенах картины, в холлах – игрушки и мягкая мебель. Немалую сумму направили на замену кровли, электрики и коммуникаций. Работы были завершены за полгода в рекордно короткие сроки. «Полная новая прокладка, чего раньше не было, систем телекоммуникации, то есть сети интернет во все необходимые помещения. Пожарная сигнализация, освещение и так далее». «Все аппараты какие-то, все новое, все блестит, все чисто, аккуратно». Михаил Игнатьев отметил, что за последние годы из резервного фонда президента республика получила более 100 миллионов рублей. Львиную долю направили на развитие медицины. «Не было бы решения президента России, мы не смогли бы получить за счет резервного фонда 26,5 миллионов рублей и не смогли бы короткие сроки капитально отремонтировать и создать вот эту красоту. И в перспективе, и в этом году средства уже заложили на реанимационное отделение». «В этом году по инициативе президента будет дан старт и программе модернизации детских больниц. На эти цели республики выделят еще 100 миллионов. Дмитрий Ковалев, Игорь Зверев, Республика». «Чебоксарский индустриальный парк продолжает расширяться. Сегодня здесь начал работу второй по счету резидент. Старт новому производству дали в торжественной обстановке». «Новый корпус позволит расширить мощности научно-производственному объединению «Каскад». Сейчас на его базе выпускают шины держателя, соединители и системы контроля для электрошкафов и щитов. Продукция завода пользуется спросом и за рубежом. В индустриальном парке наладят и производство специальных комплектов для Министерства обороны. На новой площадке только в этом году создадут свыше 150 рабочих мест. «Мы помогли сторонам государства подвесить коммуникации и все остальное. Остальные риски все равно же берут на себя. Это во-первых. Во-вторых, появляется новый налогопотельщик по оборотам. Пополнять будем доходную часть, а по расходной части будем направлять эти средства на повышение качества жизни жителей Чувашской республики». Новый корпус – часть инвестиционного проекта. Его реализация продолжится. До 2020 года здесь планируют построить еще одно производственное здание. Готовить специалистов предприниматели намерены уже сейчас. На открытие корпуса пригласили студентов техникумов и вузов. «Создается добавленная стоимость, где мы видим, что работают молодежь, и она не уезжает никуда, а находит свое местоприложение здесь, у нас в республике, в городе Чебоксар. Мы видим, что вкладывается в производство, в строительство, в том числе этого корпуса, поэтому сопровождали ее постоянно. Ну и приятно пожинать сегодняшний результат». Сегодня же глава Чувашии Михаил Игнатьев побывал на заводе «Промтрактор», где встретился с работниками предприятия. Валерий Ваструшкин работает слесарем на «Промтракторе» 35 лет. Он хорошо помнит те времена, когда завод работал в три смены, а в месяц с конвейера сходило больше ста машин. «Сейчас у нас упадок на заводе чувствуется немножко есть, но в дальнейшем-то тоже хотим, чтобы производство у нас поднялось, и мы собирали больше. Работок у нас, конечно, сейчас на три смены не хватает, а если людей наберут, конечно, люди придут. Надеемся тоже». Пока же на заводе четыре дня в неделю трудится чуть более двух с половиной тысяч человек. В прошлом году критическая ситуация на предприятии стала выправляться. Концерн «Тракторные заводы» перешел под управление госкорпорацией «Ростех». «Важно, что начиная с ноября 2017 года завод стал изготавливать продукцию для покупателей точно в срок без задержек. Это на самом деле очень важно для наших потребителей». С начала года предприятие выпустило 19 единиц техники общей суммы на 343 миллиона рублей. «Благодаря активному участию руководства «Ростехов» в взаимодействии с компаниями, государственными компаниями, такими как «Газпром», «Транснефть», «Роснефть», мы ожидаем серьезный заказ для того, чтобы загрузить завод на полную мощность». Уже в конце июля руководство завода планирует выпускать около 25 машин в месяц, что позволит выйти на безубыточный уровень, а в перспективе производить новые модели. Глава региона подчеркнул, ситуация на промтракторе и защита интересов работников находится на постоянном контроле органов власти. «Долги по зарплате погасили, мы отслеживаем, и в дальнейшем долгов по зарплате не будет, это однозначно. Во-вторых, касаясь других долгов по энергетикам, отрегулировали. На первом этапе дальше все это тоже будет регулироваться». В заключении встречи Михаил Игнатьев ответил на вопросы заводчан. Татьяна Леонтьева, Олесья Русакова, Александр Петров, Республика. Молодые профессионалы, творческая молодежь, студенты, управленцы, серебряные волонтеры Чувашии. Порядка 50 человек сейчас находятся в Москве на форуме «Россия – страна возможностей». Какие встречи и полезные мастер-классы посещают наши земляки, и что привезут обратно с собой в республику, расскажет Ирина Волкова. Творческая и рабочая молодежь, активисты, школьники, предприниматели и управленцы. Форум объединил людей из разных регионов, стран, различного возраста и социального положения. Зато цель у них одна – двигаться вперед во всех смыслах. Музыканты, я на них обязательно ходила. На мастер-классы именно творческие, на режиссеров, комедию-вумен, да, они же тоже как актерство такое, творчество. И вот эти все мотивации людей, они вдохновляли меня. И мне хотелось, честно говоря, еще хочется побывать на разных еще форумах. Хочется творить, творить. Перспективные идеи, оформленные в проекты, не остаются незамеченными. Их поддерживает фонд президентских грантов. Это семинар для лидеров, уже воплощающих в жизнь свои задумки. Причем представители фонда собрали здесь активистов, чтобы вместе наметить формы взаимодействия участников с фондом. В этом году мы выиграли грант фонда президентских грантов на реализацию проекта «Донору Кровичу Ваши». Все-таки, на наш взгляд, фонд может стать действительно тем, той лакмусовой бумажкой, которая будет показывать, что проект действительно качественный, действительно хороший. Быть волонтером – это для студентов и школьников. Утверждение в корне ошибочное. Добровольцами становятся и люди в возрасте. Их называют серебряные волонтеры. Движение молодое, но прогрессивное. Нашему серебряному волонтерству год. И я здесь для того, чтобы принять разный опыт разных регионов, чтобы я могла обучить новыми знаниями, новыми навыками наших серебряных волонтеров. Я родилась в Чебоксарах. Мне кажется, в европейской части России волонтерство серебряное развито больше. Вот я, перезнакомившись с девочками, ну девочки, это для меня, которые мои подруги, Чебоксары и Аллатырь, я смотрю, что действительно более активные здесь люди пожилого возраста, чем у нас в Красноярске. Форум – это площадка и для серьезных разговоров с министрами федерального уровня, которые работали в живом режиме. Вопрос-ответ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поделился мыслями о перспективах восстановления отношений Москвы и Брюсселя. С председателем Центра стратегических разработок Алексеем Кудриным участники поговорили о перспективах, вызовах и возможностях. По сути, в ближайшие 6-10 лет произойдет новый призыв, в общем-то, людей, способных проводить цифровизацию экономикой. Это означает, что нам в стране нужны около 2 миллионов новых программистов, способных заниматься цифровизацией разных отраслей. Чтобы выявить активистов и помочь им реализоваться, и созданы 14 всероссийских проектов, объединенных в общую открытую платформу «Россия – страна возможностей». Кстати, ее инициатор, президент России Владимир Путин, сегодня посетит форум и пообщается с участниками. Ирина Волкова, Андрей Шоклев из Москвы. У депутатов Государственной Думы России региональная неделя. Парламентарии от Чувашии встречаются с трудовыми коллективами, проводят приемы граждан, решают другие задачи. Леонид Черкесов побывал в Хадарской школе Шумерлинского района. Хадарская школа – одна из старейших в Чувашии. Ее открыл Илья Николаевич Ульянов позапрошлом веке. Депутат Госдумы Леонид Черкесов, выпускник этой школы, приехал с комплектом амуниции для хоккейной команды. Кстати, детская сборная Шумерлинского района на 80% состоит из хоккеистов Хадарской школы. Уже два года благотворительный фонд поддержки детско-юношеского здоровья и спорта, чей попечительский совет возглавляет Леонид Ильич, одевает команды школьной хоккейной лиги. В Чебоксарах новую форму получили 32 команды. Теперь пришла очередь районов Чувашии. А депутат Госдумы Алена Аршинова побывала в школе и детском саду. Надежда для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Она привезла мобильные коляски для прогулок ребятам, которым сложно передвигаться самостоятельно. Движение по второй половине Московского моста в Чебоксарах должно открыть уже в этом году. О том, на какой стадии строительные работы Ольга Пырочкина. Вторая половина нового Московского моста сейчас вся во вспомогательных конструкциях. Однако силуэт уже проглядывается. Строители закончили возводить опоры, а до этого загнали под каждую в землю 25-метровые сваи. Теперь приступили к пролетам. Погодные условия для нас разницы нет. У нас все будет прогревом. Соответственно, для этого мы выполнили тепляк. У нас будет бетон прогреваться теплогенераторами. Погодные условия нам никак не помешают работать. Мы находимся в конструкции так называемого тепляка. Он выполнен, чтобы соблюсти технологию бетонирования. Ну а сейчас здесь идет армирование первой секции пролетного строения моста. Здесь сложно передвигаться, потому что подо мной лежит уже арматура. Всего будет четыре пролета. Первый подрядчики обещают закончить уже к 25 марта, а последний к концу июня. Какие бы желания? Желания у нас одни. Своевременное финансирование. Ну понятно. То есть на объекте все нормально? На объекте все нормально, да. Все в графике. Отставаний нет у нас. Первый мост как ведет все нормально? Нормально. Все нормально, все хорошо. То есть нет никаких дефектов? Ничего дефектов пока не выявлено. По дорожной одежде тоже нету после зимы. Ну весной посмотрим еще как у нас дорожная одежда. По контракту декабрь стоял. Сегодня нас ориентируют, что в сентябре будут выполнены все работы уже с демонтажом, с разборкой дамбы. А соответственно асфальт будет уложен в августе. Не поплывет ли асфальт как в первую очередь? Я думаю, что здесь спешки сегодня нет. Подрядчики и субподрядчики, компании, которые выполняют гарантийные обязательства. И все будет выполнено в срок с хорошим качеством. На этом завершится начатое еще в 2015 году строительство важного для транспортной системы столицы объекта. И летом 2019 года уровень воды в Чебоксарском заливе вернется на прежнюю отметку. Ольга Пырыщкина, Атнер Корсаков, Республика. Настоящий завод в миниатюре. На базе ЧГУ имени Ульянова начал функционировать современный центр образовательных технологий в области электротехники и энергоэффективности. В Чувашии это первый и пока единственный учебный центр на базе ВУЗа, оснащенный высокотехнологичным оборудованием. Помимо научных исследований здесь займутся и подготовкой кадров. Красная ленточка перерезана. Добро пожаловать в мир энергетики и электротехники. На первый взгляд совсем неприметная аудитория. На самом деле здесь около ста различных приборов и устройств. Будущие специалисты с гордостью показывают гостям все возможности нового учебного центра. В его составе три лаборатории. Компьютерный класс на 10 мест с приборами автоматики и необходимым программным обеспечением. Один из них. Школьники уже живо принялись за работу. 17-летний Кирилл твердо уверен, свое профессиональное будущее свяжет с электротехникой. Эти знания в будущем мне помогут для сдачи физики. И как бы уже я могу спокойно ориентироваться в таких электросхемах. Это как бы пример простой игры ковбоя. Как только запищит, начнется сигнал, надо вовремя нажать на кнопку. И тот, кто успеет первым нажать, загорится, получает светодиод. И значит тот становится победителем. Несмотря на игрушечный вид конструкции, в основе многих из них лежат весьма серьезные технологии. Аналогичные промышленным. Датчики и системы такие же, как на реальных установках. Центр образовательных технологий. Совместный проект с Себоксарским электроаппаратным заводом. По словам заведующей, это большое событие, которое дает возможность уверенно смотреть в будущее. Наши выпускники уже как бы будут нацелены на трудоустройство. А это же самое главное. Они же учатся для чего? Чтобы где-то работать. Здесь у нас программируемые контроллеры. Студенты с ними занимаются. Здесь у нас проходят занятия по вычислительным методам, по информатике. Занимаются школьники, вот как вы видели уже. Для них более легкие схемы. Они называются матрешки. Они там как бы в виде игры, они чему-то обучаются, что для них интересно. Изучить, как обеспечить безопасную и бесперебойную подачу электроэнергии, поможет этот электропривод. У нас есть лаборатория высоковольтного оборудования. Благодаря, кстати, именно электроаппаратному заводу оснастилась эта лаборатория, в которой находится в первую очередь дорогостоящее, очень ценное оборудование. Это шкафы высокочастотного регулируемого электропривода, шкафы линейных систем электроснабжения. Это уже для все-таки студентов. Так учебный центр на базе вуза позволит ребятам работать на современном оборудовании, используемом в электротехническом классе Речувашии. Общие инвестиции в его создание составят более 10 миллионов рублей. Рифат Фадкулин, Александр Петров, Республика. Три дня до выборов. Прозрачность, открытость и легитимность – основные посылы нынешней компании. Обеспечивать ее на выборах будут общественные наблюдатели. Более двух тысяч человек для этих целей подготовлены в Чувашии. Этого больше, чем достаточно, чтобы охватить все избирательные участки региона. О подготовке к 18 марта рассказали на брифинге по вопросам работы Центра общественного мониторинга выборов. 1162 постоянно действующих и 15 избирательных участков в местах временного пребывания граждан будут работать в Чувашии 18 марта. На каждом из них будут присутствовать по два общественных наблюдателя. Кроме того, в случае необходимости те же наблюдатели в оперативном порядке смогут проконсультироваться у координаторов. В общественной палате в день выборов расположится их штаб. У нас будут работать мобильные группы из числа членов общественной палаты, членов штаба, для того, чтобы быстро, оперативно принимать тельные решения, разбираться, если вдруг возникли какие-то конфликтные ситуации на избирательных участках. Мобильные группы будут оперативно реагировать на поступающие жалобы, в том числе и с выездом на место. Для координации всех наблюдателей подготовлено 34 своеобразных бригадира. Из них 28 будут работать непосредственно приобретательными комиссиями. Остальные 6 человек будут уже работать непосредственно в сопровождении, кто-то будет мониторировать сеть интернет на различные нарушения, на жалобы. Двое будут находиться именно на горячей линии. Мы понимаем, что будет очень много провокаций, мы к ним готовы. Мы готовы точно дать ответ, являлось там нарушение на участке, было, не было нарушения. 62-35-88 – это номер телефона горячей линии в республике, по которому можно позвонить и задать любой интересующий вопрос касательно подготовки выборов и самого голосования. Звонки принимаются с 8 до 17, а 18 марта – круглосуточно. Наша главная задача, как говорится, осуществлять мониторинг соблюдения законодательства на избирательных участках, соблюдение прав избирателей. В этой связи, конечно, следует отметить тот факт, что реализуя свое избирательное право, мы должны всегда помнить, что наши права не должны нарушать права иных лиц. Отрабатываем центральную избирательную комиссию, необходимые моменты, которые могут возникнуть, чтобы могли с ними оперативно взаимодействовать в случае каких-то возникающих ситуаций на избирательных участках. То есть работа центра идет, как говорится, полным ходом. В свою очередь, конечно, я хотела бы также призвать наших избирателей воспользоваться своим правом прийти на избирательные участки и изъявить свое право, предоставленное им законом. Сейчас тестируют видеокамеры и проверяют готовность избирательных участков к выборам. 18 марта каждый желающий сможет зайти на сайт «Нашвыбор2018.ру», найти интересующий его участок и преследить за ходом голосования на нем. Татьяна Трофимова, Елизавета Зайцева, Денис Ноздрюхин, Республика. В это воскресенье в Чувашии впервые состоится прямое рейтинговое голосование по выбору общественных пространств, которые в первую очередь благоустроят в рамках реализации федерального проекта в этом году. Как будет проходить процедура голосования, расскажет Галина Титарчук. Рейтинговое голосование будет проходить в тех же зданиях, где расположены избирательные участки, только в других помещениях. Они уже тоже почти готовы принять жителей столицы. Чтобы принять участие в рейтинговом голосовании, достаточно предъявить паспорт. Предъявляем паспорт, получаем вот такой бюллетень. Здесь 18 общественных пространств. Все 18 общественных пространств представлены вот на этом стенде. Здесь можно выбрать, познакомиться с каждым из них и посмотреть, что будет реконструировано в 2018 году. А затем в бюллетене выбираем одно, два или три общественных пространства, ставим галочки и отпускаем бюллетень в специальную урну. Как видите, эта процедура занимает совсем немного времени. И в целом процесс голосования не сильно отличается от любого другого. Работа счетных комиссий будет происходить ровно столько же, сколько и участковой избирательной комиссии. То есть с 8 до 8. А дальше будет происходить так же, как и на участковых комиссиях, подсчет результатов по бюллетене, составление протоколов. И мы уже ту же ночь получим протоколы. Вот это общественные районные комиссии во всех районах города будут в ночь с 18 на 19 подбивать итоги, и к которым мы будем уже знать, какие территории были отобраны нашими горожанами на 2018 год. А мы напомним, что голосовать можно не более чем за три общественных пространства. Жители Чувашии призывают уделять особое внимание профилактике гриппа и ОРВИ. Март оказался холодным месяцем. Как укрепить организм, чтобы избежать неприятностей, и как, наконец, лечиться от этого опасного недуга, знает Рифат Фаткулин. В зимний период здоровье требует особого внимания. Ведь пик сезона простуд обычно приходится на февраль-март. В городской детской больнице номер 3 Чебоксар уже наблюдается наплыв маленьких пациентов. Грипп является одним из самых тяжелых и опасных вирусных инфекций. Врачи рекомендуют не забывать о профилактике. Лучшая броня – вакцинация. Она проводится осенью до начала эпидемии. На сегодня привито 75% детского населения. Вакцинация очень важна, и она нас на самом деле очень спасает. Вакцинироваться нужно. Детей своих защищать от гриппа нужно. И не нужно думать, что он не страшный. Мы очень часто путаем вирус гриппа с вирусами других респираторных инфекций, которые менее страшны. И у нас складывается ложное впечатление о том, что если мы не привьемся, с нами ничего не случится. Чтобы не заразиться, достаточно соблюдать несколько простых правил. Пришли с улицы – помойте обязательно руки. Чаще гуляйте на свежем воздухе. Чаще бывайте на свежем воздухе. Лыжи, коньки, игры на свежем воздухе, проветривание помещений, увлажнение. Обычное увлажнение помещений даже. На батарею положили влажную тряпочку для того, чтобы увлажнить температурный режим. Сухость, слишком сухой воздух раздражает и способствует размножению вируса. Если какие-то симптомы появились, острых респираторных вирусных заболеваний, не обязательно принимать антибиотики. Мы все чаще и чаще говорим о том, что бесконтрольный прием антибиотиков не только как и какой-то спасает ситуацию, а наоборот вредит. Вирусы не любят кислой среды, поэтому, если вы заболели, надо постоянно пить чай с лимоном, смородиной и малиной. Эти ягоды богаты витамином С, который необходим для работы иммунной системы. Если простуда не будет реагировать на эти меры, важно не заниматься самолечением и немедленно обратиться к врачу. Рифат Фадкулин, Борис Андреев, Республика. В Национальной библиотеке презентовали книгу Михаила Кондратьева о чуварской народной афористической поэзии. Книга небольшая в размерах, но богатая по содержанию, отмечают искусствоведы и литераторы. Доктор искусствоведения, профессор, заслуженный деятель искусств России Михаил Кондратьев всегда интересовался чувашским народным музыкально-поэтическим наследием. Долгие годы по крупицам собирал чувашский фольклор. Все четверостишья автор собрал в несколько глав. Думаемые песни раскрыла, на белом свете что ценится, красота исчезнет, как только мы уйдем, и другие. Удивительные философские вещи, шедевры собраны здесь. Они философичны прежде всего, конечно же. Михаил Григорьевич имеет вкус, такой тонкий вкус, понимание. Он сам философ, конечно. Он, конечно же, и отобрал лучшие наши вещи. Лучшие вещи. Вот чувашские песни, тексты. Как отмечает сам составитель книги, чувашские четверостишья по форме и содержанию напоминают восточную поэзию. Персидские рубаи, японские танка, турецкие мании. Наряду с оригинальными текстами здесь же русские и английские переводы, а также комментарии. Книга богато проиллюстрирована заслуженным художником Чуваши Станиславом Михайловым Юхтаром. Галина Тесторчук, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика. Как и по всей стране, в Чебоксарах 18 марта состоится праздничный концерт-митинг «Мы вместе», посвященный четвертой годовщине вхождения Крыма в состав России. На площади республики выступят творческие коллективы, артисты эстрады. Начало в 20 часов. Приходите сами и приводите своих друзей. Это все новости на сегодня. Далее вас ждет интересная и полезная информация. Я с вами прощаюсь. Увидимся завтра на национальном телевидении Чуваши. Они жонглируют мечами, бьют в колокол, танцуют и поют. Они артисты московского дельфинария. Познакомиться с ними поближе жители и гости столицы Чуваши могут в парке Амазония. Вот уже неделю зрителей радует новое шоу черноморских дельфинов. Они как дети. Описать чисто психологически. Ну, ребенок лет 6-7 постоянно играет. Я немножко завидую. Они на протяжении всей жизни, они играют. У них нет, как у нас людей. Карьера, работа, что-то. Игры, еда, игры, вот сон. Юра и Гектор – главные звездочки представления. Именно с их номера и начинается шоу. Эти дельфины Афалины здороваются при встрече, играют в баскетбол, исполняют двойное сальто. И если для Гека карьера только начинается, то Юра – профессионал своего дела. На сцене он уже 8 лет. Юр, как тебе выступать, Чебоксара? Зрители понравились? Ответной реакции зрителей долго ждать не пришлось. От Юры они просто в восторге. Типа, нравились дельфины, особенно Юра. Он очень крутой. Я сюда уже третий раз прихожу. Это самые крутые дельфины в мире. Мне очень понравилось. Все было энергично, специфично. Это самое крутое, то, что я видела. На благотворительное представление пришло более 500 детей, и каждый не жалел аплодисментов для артистов. На водной сцене дельфинов сменили морской котик Варяг и белый кит Гоша. Последний даже танцевал в паре со своим тренером. А ведь согласитесь, это уже не просто коллеги. Этому трюку Гоша научился за две недели. И, как признается сам тренер, с китом ему работать комфортно. Хотя и у Гоши есть характер. Характер спокойный, не агрессивный вообще ни капельки. Любит, когда его за ушком почесать. И хочет вкусно покушать тоже. Может обидеться, может не подойти вообще, не выступать. Или наоборот, прям очень игривный. Все очень-очень классно делать начинает. Петь, сам петь начинает тоже. Включая музыку там у себя, и он нам подпевает тоже, подсвистывает. Вы еще не посетили дельфинарий? Не расстраивайтесь, у вас еще есть такая возможность. Познакомиться лично с морскими артистами жителей гостей столицы Чувашии могут весь март со среды по воскресенье включительно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова